I have ways of blowing things up Здарова ребятушки, с вами Аладушки Продолжаем гонять медиума по Ниве Ну и как бы это странно не звучало Хорошо, смотрим на план эвакуации Хотя на самом деле он нафиг не нужен Мы могли бы отсюда спешать давно Но нет, она так не может Хорошо, пойдем дальше Напомню, мы вылезли из зеркала Зачем мы это сделали? Мы пойдем сейчас искать вторую морду Там у нас первого, как звали? Николай или что-то такое Сейчас пойдем искать второго перца У нас тут где-то бродит тварь Зачем я про тебя вспомнил? Она ходит по кругу, да? Я натяну твои руки Ты идеально подойдешь Я думаю, что с зажатым ртом мы сможем проскочить Ну то есть на картах и с зажатым ртом вполне можно Я думаю, что если я бы дышал, то я бы не проскочил Но... А мне туда? Так, он подходит туда Погодите, потом идет сюда Потом... Я, кстати, как... Я даже не буду считать, что он там бормочет Ясно, он ходит вон там Сейчас мы по пыли его выслетим Я думаю, нужно идти за ним Если бы мы еще об углы не цеплялись Было бы вообще хорошо Потому что если бы я пошел Против часовой стрелки Я думаю, я бы не выбрался Это я назад иду или... Куда мне надо? Блин, ладно Камера показывает туда Значит, возможно, мне туда Я не уверен Я говорю, когда я загрузил игру У меня появилось ощущение, что у меня мышка не работает Это было очень странно Потом я вспомнил, что здесь вот эта дурная камера А... А, это еще и женщина была О-о-о-о, здравствуйте Давайте я потом не буду возвращаться через этого мудня О, щап-щап-щап-щап-щап Надо послушать, щап-щап-щап-щап Это послушать, щап-щап-щап-щап Эта комната у меня есть человек, что написано все вокруг него В больших слабых летах Так, что-то я расслабился и перестал читать Нужно... Так... Ну, хорошо, вот я нажал Что мне здесь увеличить-то? Ну, то есть была кнопка интерактивности Я нажал Дайте я посмотрю там на одежду, на что-то Я только комментарий с этого получил И все, да? Спасибо Так... Милая визитка Вивиен была звездой Одной из таких звездов Юджин Денисек Импресарио звезд Ясно, кто ты такой? Погодите... А, контрол, контрол Я понял, что фотку надо посмотреть Погодите Интуиция Спасибо Я прочитать не могу Так, с другой стороны Вот оно здесь Ладно, последний Я уже руки не чувствую Ого Мне плевать Я хочу полежать Хочу побыть одна И... Что? Ладно Повторно, кстати Некоторые вещи уже не нажимаются Ладно Такое не страшно Я думаю, вот это вот Пулевое отверстие Через которое застрелили А вот это вот Так, зеркало нам не надо То, что мы в холле видели Плакат балерины Я думаю, это как раз она Вивьен Просто Вивьен? Нет Наверное, это псевдоним Артистка Ранее известная Как Вивьен Да Это ее комната Наверное, это комната Это не ее комната Наверное, комната ее менеджера Ну, понятно Ну, блин, ты по шмоткам Это не поняла До этого Это имя повсюду Но это не настоящее имя Мы это только что Тоже уже выяснили Спасибо Так Что тут еще Кроме 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 Пули В стене Я думал, что у нас там Оба призрака Это мужчины Так-то Ладно Посмотрим Вот Это точно ее комната Он не давал ни минуты Побыть одной Ну, нам сюда, значит Есть что-то в этом мире Или мне сразу Тепешницу Вот здесь все случилось Ох Именно тут Ты? Что ты тут? Нет, убирайся Нет 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 Так Я все еще не знаю, как ее зовут Должно быть хоть что-то Ну да То, что она не Вивьен Мы точно выяснили Давайте посмотрим в ее комнате В настоящем мире Ну, должно быть что-то Ладно Давай выясним, кем ты была Вивьен О Страница вырвана Не могу прочитать номера Ну А Ты хочешь, чтобы я карандаш нашел? Карандаш Давай поищем карандаш Я так понимаю, что мы хотим заштриховать Предыдущую страничку Для того, чтобы проявить то, что было на Той странице, которая вырвана Ну А ты кто? Элли и Тори Думаю, одно из этих именов для тебя настоящее Но какое? А Тори это женское разве имя? Ну Я буду полагать, что Элли В комнате твоего этого продюсера Кстати, а тут дырки Дырка не обозначена в стене В комнате твоего продюсера Там не будет карандашка случайно? Давай глянем То есть у нас есть место для скримочка Которого не было Но они посчитали, что этого бугая Тут слишком много и так уже Так, тут у нас точно не будет карандаша Вот вообще-то карандаши лежат Ну Ой, блин Ладно, я понимаю, вот эта ручка Вот карандаши лежат Возьми карандаш Пофиг какой Красный, фиолетовый За штрих Если Серьезно Ладно, если там не будет карандаш Не будет нужен карандаш Ладно Но если мы сейчас все это время ищем карандаш И она не хочет взять вот эти Я просто не знаю, что я ей сделаю Этот же карандаш, блин В печень воткнуть тебе Ладно Значит, тут все и произошло Я так понимаю Что здесь могло произойти? Ее могли убить Ну, собственно, ее и убили Но я думаю, кто это мог убить? Был ли это тот самый стрелок? Или же Это был ее менеджер Который просто воспользовался случаем Ну, то есть Везде паника, стрельба И он такой А, ну раз конец света Пойду Давно хотел ее это Приятовать Так Это мы смотрели Я еще не знаю ее реальный имя Так Ах Пуф Загадки Загадки Пожалуйста, прекратите быть такими Мы же с вами договаривались Позапросто серии, что Так Тут я интуицию Я уже Я уже кликаю Видите? Но тут интуицию применить Даже типа игра не предлагает Я все еще не знаю имени Ну, хорошо Одно из них Или Тори Или Элли Давайте У меня ничего нету Ну, классно 58, 96 Кстати, а что за 58, 96? Так Тут, в принципе Только два активных предмета Ошейник И тетрадка И все А, спасибо, блин Не полные номера А какой-то из них Наверняка был для нее важен Объединить Я с этой штукой Наверное, могу объединить Да Куча Это случайные цифры Но я ощущала, что они Ладно Кто-то скажет просто случайные номера Но я что-то там ощущала Так, прочесть Джош Домашний номер Мама Дом отдыха Нива И какой-то номер Какой-то номер зачернутый Какой-то номер у нас просто 5-8-9-6-5-9-8-3-3 Без подписи Просто Так, дом отдыха Нива Джордж Домашний номер Мама Минуточку А почему у тебя Мамин, блин, номер Записан в записной книжке Ты хочешь сказать Ладно, Джордж Ладно, Нива Это все какие-то Контакты по работе Или друзья Почему у тебя Мамин, блин, номер Записан в записной книжке Ты его не помнишь? Привет Привет Они уже спят? Хорошо Я знаю, что ты занят Я тоже занята Да, уже завтра Важный день Спасибо Увидимся дома Поцелуй от меня Ладно? Да, энтузиазма не слышно Но это я так понимаю Что ее муж И ее дети Но у них, видимо, были Очень фиговые отношения Раз они так разговаривают И раз она мужу Ну, по имени называют Ладно Нет, ну это в принципе Тоже ничего такого Ладно, мама Да Да, мама Я знаю Мать Да, мать Я стараюсь Со всех сил Что? Нет, я Вообще-то я тоже много работаю Почему всегда говорим только Не зови меня Викторией Ты ведь знаешь, что меня это бить Ну, Виктория, понятно Виктория Так тебе нарекли при рождении Но для нее это имя было Не было настоящим Не для нее Виктория Ну, давай дальше позвоним Может, еще скримочок словим Алло Алло Да, это Вивьен Вивьен Номер 347 Я хочу оставить жалобу Приходил мужчина Какой-то сотрудник гостиницы Если честно От него пахло водкой Он Он Что? Это был начальник персонала? Знаете что? Мне уже ничего не надо Спасибо большое Спасибо Ну, наверное Тяжелая работа Я так полагаю Давайте сюда позвоним Господи, Элли Я думала, что ты... Нет, нет Я... Я очень рада тебя слышать Почему ты не позвонила раньше? Ты звонила? Но... Юджин Вот же мерзкий ублюдок Элли Она много для нее значила Что понять это Не нужно быть медиумом Блин Если ты говорила с Элли Это значит... Тори Вот оно Это твое настоящее имя Тори Удивляться тут было нечем Нет, не просто так Как тебя называют Это токен ты себя ощущаешь Виктория Тори Из этого тоже можно было бы сделать Логичный вывод Потому что Ну, мать говорит Виктория И Тори Блин Знаешь, с чем прикол? Если ты не любишь имя Виктория То зачем ты берешь себе В короткое имя Кусочек этого имени Ну... Эта балерина, как видимо Была тем еще ублюдком Если так можно выразиться Ну, то есть Она явно была С отвратительным характером И вела себя Ну, вела себя паскудно с матерью Вела себя паскудно Со своим собственным мужем Наплевала на своих собственных детей И при этом Спасибо современные нравы Вы сюда опять Пихаете всю вот эту вот Однополую фигню Блин Сейчас нельзя встретить Ни одной игры без этого То есть Элли и Тори Ну, вы понимаете Блин Не знаю Меня вот эта фишечка Немножечко бесит Ладно Черт с тобой Тори, гори в аду Жалко я не могу У меня нет выбора Мне придется вернуть ей Харю Чтобы она улетела отсюда Я бы ее поддержал Здесь еще лет сто Ай Черт с тобой Пойдем Черт в аторе О, зеркальце А это Ааа Мы накинули круголя То есть это же то же самое место Мы сейчас будем возвращаться Через ледж А, кстати Заметки У нас Я тут сейчас просто Немножечко обратил внимание У нас есть прочие Разорванная иллюстрация Все дела хороши Записки обеспокоенного человека Почему-то я раньше Не обращал внимания на заголовки Я просто читал записки Но Так, тихое место Старина Фрэнк Обеспокоенного человека Это скорее всего На записке руководителя Список дел Ага Новые силы Горячь Так, хорошо Дневник наставника Извинения Открытки смотрителя Вот, вот этот вот парень, который постоянно пишет открытки своей семье, типа, все хорошо, все наладится, ой, меня повысили, ой, то-то, сё-то, вот, это смотритель, это смотритель гостиницы, ну, не гостиницы, этого санатория, этого комплекса, но проблема-то в чем, что все вот эти вот открытки написанные, они же не отправлены, мы их здесь нашли, то есть он писал открытки, как для самоуспокоения, и не отправлял их никуда, поэтому, вот видите, однажды, привет из Нивы, то есть я приехал, устроился, честная работа, типа, я работаю, но это тяжело, но это честная работа, повышение, я бы приехал, но меня повысили, и однажды, вот однажды я, возможно, приеду, то все эти открытки, это открытки смотрителя, так, и фотографии у нас из укрытия, где нас любимые сфоткали, и Джек, привет, Джек, давно не виделись. Хорошо, все, немножечко с этим разобрались, я опять хотел сейчас нажать Escape, но вовремя вспомнил, спасибо, Икра, блин, что не делаешь кнопки стандартными, я просто это оценил. Ладно, давайте без этого говна сейчас, вот я по нему вообще не скучаю, дали кусочек, вот этот маленький элемент стелса, я его прошел, и все, и просто давайте еще часа три об этом не вспоминать. Не буду врать, всегда было приятно обернуть свое проклятие во благо, такие моменты раньше придавали мне сил, но теперь, я же ни в чем не уверена. Так, идем обратно в зеркало. Звукончики тут, конечно, ну блин, тут отголоски и других времен, других этих, валим. И я еще что, кстати, подумал, сюда мы подходили, да, сюда мы подходили, тут у нас вот этот вот обваленный край, дверь у нас, да, у нас дверь даже в кадр не попадает. Сейчас, у меня было ощущение, что я что-то забыл, сейчас посмотрим. Не то чтобы что-то забыл, я куда-то собирался сходить, то есть мы пришли через эту дверь, да, вот сюда вот я собирался сходить, я такой подумал, пойду туда, потом вернусь сюда, но там оказался правильный путь, поэтому давайте сходим сюда. Тут у нас ничего, глянуть нельзя. Ну, камера нас сюда ведет, тут есть какой-то закуточек, может вот этот, нет, это тоже нельзя, это щиток приборов какой-то, о, 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 погоди, там что-то есть. Так, а, у нас еще одна открытка смотрителя, чудесный пейзаж, причем она идет между повышением и однажды, минуточку, что у нас в однажды писалось? Фрэнк и Фрэнсис, любовь моя, хотел бы я набраться смелости и отправить это письмо, кажется, это так просто, бросить его в почтовый ящик, почему я не могу это сделать, но однажды у меня получится, обещаю, люблю тебя всем сердцем, Фрэнк и Фрэнсис. Так, хорошо, ну мы выяснили, что управитель называл его Фрэнсисом, а его сокращенный Фрэнк, поэтому Фрэнк и Фрэнсис это у нас одна личность, что в принципе логично. Да, Тори, Виктория, блин, чтоб тебе икалось. Хорошо, значит, у нас чудесный пейзаж, вот, вот это у нас появилось новое. И причем, видите, в однажды он говорит, однажды я наберусь смелости и отправлю это письмо, то есть он в принципе понимал, что он их не отправляет. Хорошо, давайте это почитаем. Дорогая, ужасно скучаю, надеюсь ты скоро приедешь, тут тебе, а, тебе тут понравится, погода прекрасная, солнышко греет, озеро блестит, люди очаровательные, очаровательные и мертвые. Все, с любовью Фрэнсис, очаровательные и мертвые. Твою за ногу. Погоди, 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 ты у нас смотритель. Смотритель нужен в том случае, если у нас гостиница закрыта. Вспомните сияние, где им нужен был смотритель на зиму. Значит, могу ли я это все выстроить в таком порядке, что в санаторий случилась резня, какая-то бойня страшная, тела поубирали, все это позакрывали, все это хотели держать в тайне, но нужен был кто-то, кто бы продолжал смотреть за сохранностью этого комплекса. Сюда наняли смотрителя. То есть здесь, по идее, остался начальник, ему нужно было что-то сделать, он говорит, Фрэнсис, мне понадобится хоть какая-то помощь. И тут остался смотритель, и возможно, смотритель у нас тоже медиум, возможно, он видит все, что здесь происходит. Хотя нет, погодите, у нас же было в бассейне интервью, да, когда следователи брали интервью у свидетелей, и Фрэнк, который Фрэнсис, он там уже был. И как раз это были слова Фрэнсиса, когда он говорил, что, знаете, это все сделала, кто там, служанка, не служанка, медсестра. В общем, кто-то, какая-то женщина из обслуживающего персонала, и ему еще такие говорят, вы понимаете, что мы хотим, чтобы это дело было закрыто, а ваши показания все путают. То есть, возможно, он был свидетелем всего этого, а потом остался здесь, и... О, это все немножечко запутано, надо будет во временной линии еще немного покопаться. Ты у нас... Телефон... Ну и детали, ситуация сложнее, куда думали? Да, мы это слушали. Нет времени объяснить, полный отчет будет, когда я вернусь. Доверьтесь мне, товарищ. Скрупулезная работа, товарищ. Так, хорошо, у нас... Давайте с персонажами немножечко посмотрим. У нас есть кто-то, кто нам позвонил. У нас есть управляющий отеля, у нас есть Фрэнсис, у нас есть некий чувак, который приехал сюда сделать какую-то работу. Нам игра пытается всеми силами намекнуть, что он и был убийца. А, и еще, кстати, ребятушки, я пару дней назад, мне стало интересно, я посмотрел немножечко первую серию этого, который... То есть, знаете, всегда в начальном ролике, это во многих играх есть, и в Dark Souls, и все, нам чего-то нагородят, а потом в, по сути, игры проясняется что-то. Так вот, в начальном ролике, с чему все начиналось? С мертвой девочки. Какая-то девочка бежала по лесу, и потом ее застрелили. Так вот, эта девочка, это же печаль. Эта девочка, это печаль. Блин, кстати, я забыл, как на возвращаться, ну ладно. Так, там у нас болторез, спасибо. Так вот, с нами разговаривает как раз та девочка, которая убегала до озера, ее там застрелили. И еще кое-что. Мне вот интересно, насколько это совпадает. Ой, блин, мы же тут прятались от этого угребища. О, это нам сейчас опять туда идти? А что-то я не хочу, а можно без этого? Так вот. Погодите, я что-то путаю. А, не, погоди, оттуда мы убегали от него. А куда мне? Что-то я с этим бэктрекингом вообще запутался. А в какое мне тогда зеркало? Так, экзаменационная комната. Ну, испытательная имеется в виду. Сюда, что ли? Нет. Или да. А, вот ты. Здравствуй. А это сейчас бежать придется? Нет, я не хочу. Давайте не будем. Ладно. Все, давай, брысь отсюда, Виктория. Тори. Спасибо. Вали уже отсюда. Блин, не люблю таких людей, как я. Молодец, Марианна. Ты бы выпроводил их. Надеюсь, лучшее место. Надеюсь. Черт, где угодно лучше, чем здесь. Изгоните души. Может, я уже смогу тебя подобрать, наконец-то? Так, а ты не можешь... А, у нас тут зеркала нет, чтобы здесь перейти в нужные измерения. О, тут зеркало есть. Давайте это будет правильным каким-нибудь решением. Дайте мне уже подобрать эти черты. Вы слишком уже затянули с этим болторезом. Просто слишком уже затянули. Нельзя так. Это не по-человечески. Так, ты у нас... Письмо. Прочие тихоня. Это даже не подходит у нас под определенные эти. Хорошо. Господин Рекович ведет себя, мягко говоря, неразумно. Я медсестра, а не няня. Я понимаю, что ему нужен кто-то, кто будет за ним присматривать. Но у меня и так забот много. Даже если я брошу все дела, мне все равно нужно будет заботиться о бедном господине Тарковском. Кстати, вот Тарковский еще один персонаж у нас. Я все равно стараюсь изо всех сил. Девочка хотя бы тихая и обычно держится особняком. Она... Девочка. Девочка. Хорошо. Она часто разговаривает со своими воображаемыми друзьями, но я считаю, что это вполне нормально для ребенка. Ее возраста иногда я слышу, как на разговоре целые диалоги, а звучит так, будто говорят два разных человека. Очень одаренная. Видимо, это семейная. Так, кстати, да. Насчет печальки. Мы выяснили, что у нее были друзья, которые считали ее странной, чудной. За это ее стебали. А девочка, видимо, тоже у нас имеет некие способности. Хорошо, дайте мне уже плоскогубцы. Не плоскогубцы, болторез. Фигню чертову. Иди сюда. Подбери. Спасибо. Да, наконец-то. В комнату отдыха пора. Да, отдохнуть пора бы уже. У нас на самом деле там с болторезом связано сколько? Четыре, пять мест, которые мы могли бы... Идите в комнату отдыха. Идите в... Так вот, у меня там мысль была незавершенная. Извините, ребят, прервался. Так вот, я считаю, что... Помните, в самом начале наш вот этот вот батя, Джек? Он же собирался на какую-то операцию и надеялся, что операция пройдет успешно. Видимо, операция не прошла успешно. А потом, когда... Это здесь. Здесь все началось. Ох, дождь, прикольно. Он, скорее всего, умер от... Ну, на операционном столе от операции на мозге. Или у него был рак мозга, или что-то такое. И когда мы видели его призрака, у него голова была как будто разбита. Потом. Нет, не значит ли, что печальку... То есть, у нее нет руки. Это не значит, что ей выстрелили куда-то в плечо, а потом она утонула. Ох, тут кровяки. Здравствуйте. Привет, любовь моя, твоя любимая сиделка. Ты еще тут хотя бы крохает сознание. Очень надеюсь, ты должен почувствовать. Я хочу, чтобы чувствовать все это. Все это. Так. Фрэнсис был прав. Хотя бы частично. Сиделка. До нее эта тварь добралась в первую очередь. Но почему? Хорошо. Значит. У сиделки были свои мотивы. Она была, скорее всего, слабым звеном. Вот эта фигня. Она пыталась вырваться наружу. Вот этот монстр. Блин, я не знаю, как его называть. Этот обосратыш. Так вот. Он пытался выбраться наружу. А сиделка, видимо, была самым легким выходом для него. Потому что она уже была обозлена. Она же, она, я так понимаю, она сейчас убила Тарковского. Тарковский это ее пациент, которого она была влюблена. Он ее отверг, насколько мы это помним. Она обозлилась. Но потом, когда он стал недееспособен, она стала за ним ухаживать. И таким образом, ну, она была одержима этим самым Тарковским. А потом, когда ее владел демон, она его убила. И, кстати, Фрэнк у нас говорил, что это все сделала сиделка. Но теперь на мне немножечко сходится. Потому что я думал, что откуда у сиделки будет столько сил перебить столько народу, но если она была одержима демоном, вполне возможно, у нее была какая-то нечеловеческая сила. А теперь эта тварина хочет овладеть нами. Но только фишечка маленькая вот в чем. Если он хочет овладеть нами, он постоянно говорит о том, что хочет вселиться, хочет вселиться. Почему, когда он нас ловил, он нас убивал, а не вселялся? Я бы, ну, не знаю, это немножко нелогично. Никогда раньше не чувствовала такой тьмы. Эта вещь была там. Там она впервые кого-то убила. Почувствовала вкус смерти. И полюбила его. Ну, я бы, на самом деле, тоже такой не стал бы трогать. Прочее пустой взгляд. Про честь. Бедный, бедный мой Тарковский. Это вот она писала. Это она писала, сиделка. Бедный, бедный мой Тарковский. Что же с тобой случилось? Результаты анализов не указывают на травму мозга или деменцию. Но когда я смотрю в твои грустные глаза, то не могу отделаться от ощущения, что тебя уже нет. Ничего, дорогой мой, я о тебе позабочусь. Я сделаю тебя настолько счастлив, насколько смогу. 450 миллиграммов венлофоксина. Это тебя подбодрит. Я не знаю, что такое венлофоксин, но 450 миллиграмм это огромнейшая убойная доза. То есть, если там что-то... Я не знаю, что это могло сделать с человеком. То есть, она, скорее всего, сделала ему инъекцию для того, чтобы он немножко пришел в себя. А потом зарезала. То есть, ей важно было, чтобы он почувствовал... Ну, она это и сказала, в принципе. Хорошо, хорошо. Ну что, некоторые кусочки истории начинают потихонечку складываться. Ну, опять же, прав я, не прав. Можете писать в комментах. Возможно, никакие мои рассуждения не столь верны. Но, опять же, это то, как мне это все видится, то, как мне это все кажется. Тут же где-то... Погодите, разве не здесь? Где была эта чертова дверь? Отсюда я пришел. А, это я этажом выше. Все, все, все. Эти кусачки-то... Тут была стеклянная дверь, но она была этажом ниже. Все, я поэтому и запутался. Стоит ли мне бежать? Хороший вопрос. Наверное, пока что не буду, пока не прижмет. Вот стеклянная дверь. Блин, вот это реально похоже... Я понимаю, что это Польша, но это похоже на те санатории. Просто я был в детстве в санаториях. И это выглядит точь-в-точь, как те санатории, в которых я был. Блин. Нажмите. А, не с первого раза. Обожаю тебя, болторез. Обычно девушки западают на понторезов, а тут на болторез запало. Ну ладно. Так. Нам ниже. Ну, на выше я и не проберусь, понятно. Тут закрыто. Сколько у нас этажей, по сути, три? Я не помню, на фотке в Ниве сколько этажей, четыре или что-то такое. Может, довольно много территорий обошли здесь. И в бассейне были. Погодите, я пытаюсь сейчас вспомнить карту. У нас с одной стороны были лифты, с другой стороны крыло с бассейном и над бассейном мы тоже были. Сюда нельзя. Там ничего интересного. Ну ладно. Давайте побольше историй, поменьше этого мразотного стелса. Ну ладно, загадки как бы, черт с ними. Они такие, не очень хорошие, но вроде решабельные. Ну вот, если не брать эту в кабинете. Вот эта фишка с интуицией. Ой, блин. Так. Могли бы, наверное, так могли бы звать шпиона. Рез. Болта. Рез. Шутки за 300. Или актера, который снимается в фильмах, где... Называет настоящее имя на стыдно. Да, Вивиан? Фу. Что, фу? Уж лучше имя шпиона. А, ты про фильмы, в которых... Тут ничего больше не видно, да? А меня больше не приглашают, нормально. Вот тут вот можно было перерезать болтом и свалить... Ой, болтом, болторезом и свалить из бассейна. Вот тут вот было. Теперь мы пооткрываем просто 100-500 шорткатов. Но мы их открываем только потому, что, скорее всего, нам сюда уже возвращаться не надо будет, я надеюсь. Открывай. И спасибо вам, разрабы, блин, что болторез не одноразовый, а то, я не знаю, от вас можно было ожидать. У меня инвентарь предмета. Появился. Просто они тут настолько сильно стараются в Resident Evil все сделать. Я не удивлюсь, если здесь, в конце концов, появится такой значочек мусорного ведра. Типа, этот предмет вам больше не пригодится, можете выбросить. Хотя, ладно. Ладно, Мариан, нужно знать, что ты хотел, что хотела, печалька. Надеюсь, с ней все в порядке, она мертва уже сколько лет? 40? Ну, не 40, погоди, тебе снится эта мертва девочка с рождения, тебе сколько, 20 с чем-то. Ну, в общем, она уже достаточно времени как окочурилась, поэтому... Если она до сих пор здесь, значит, эта штука не может ее поглотить или брезгует, или что-то еще. То есть, насчет печальки я бы не волновался, на самом деле. Это мы смотрели? Да, это мы смотрели. Хорошо. А, у нас еще, по-моему, в... Да-да-да, я тебя понял, что ты меня шугаешь, блин. У нас в холле было местечко, где, мне кажется, я смог бы использовать болторезни. Вон там, да-да-да-да-да. Вон это, Вивьен. Ага! Здравствуйте. Я надеюсь, я не иду вперед сценария, пусть тут будет какая-то секретка или что-то. Я бы посмотрел на то, что здесь находится. О, там что-то есть реально. Опа! Прах и смерть. Водушевляющий. Бла-бла-бла. Он вообще не затыкается. Говорит и говорит, показывает мне всякие штуки, всякие места. Плоть и кости, прах и смерть. Я описываю их Ричарду, это немного помогает. Он думает, что это все мое воображение. Говорит, что мои рассказы его вдохновляют. Такие дела. Я устал. Если бы не он, меня давно бы здесь не было. Но иногда мне хочется побыть в одиночестве. Кто бы это мог быть? Он вообще не затыкается, говорит и говорит, показывает мне всякие штуки, всякие места. Плоть и кости, прах и смерть. Я описываю их Ричарду. Ээээ! Нет, погодите, это... У меня пока не складывается. А, это все записки обеспокоенного человека. Тихое место. А ну-ка. Все почти готово. Главное здание вышло еще... Ага. Архитектор. Старина Фрэнк. Он мне поможет. погодите значит это тут просто есть какой-то чувак который подъем будильник не выключает лекарства добраться до гостиницы выкинуть старые документы продолжить эксперимент если останется время пройти фотографии перепрыли перепроверить кабинет книги зайти к л кто такой или такая погодите 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 это я просто не пойму начальник всей этой богательни и архитектор это одно и то же лицо или нет это письмо явно очень важное и она является скорее всего какой-то каким-то дополнительным элементом и почему она так важно что его держали только до этого момента его нельзя было прочитать до этого его можно прочитать только сейчас получив болтарез как это связано так но лифты у нас уже явно не активны большинги вроде болтарез не надо было погодите вот тут возле конторки тут у нас все двери закрыты кстати прочитать нельзя может посмотреть грешники будут прокляты там еще конечно куча интересных высказываний но я думаю что основные из них связаны с грешниками а кстати я же могу ну то есть я же я хотел сказать давайте сделать себе путь отступления давайте болтарезом перережу в самом деле слушай ты не пони сам плохой вариант разбей болтарезом стекло перережь там цепь и чтобы ты могла в любой момент выбежать на улицу из этого ада тебе это не кажется разумным ладно ну типа поехали так отлично сохранение вы не хотите мне дать я бы хотел например сохранения дать сохранение дайте хорошо пусть будет к цена давайте без этого упыря только пожалуйста она сейчас расщепит на атомы хорошо а привет печаль реально вот ты где слава богу чтобы все хорошо я так волновалась что это вообще такое кстати у него бабочка на плате она появилась из стыда из беспомощности него это понятно из чего же из чего же сделаны наши мальчишки это как злость но сильнее и когда она выросла вырвалась на волю мы не могли не сдержать она их всех съела мария на всех моих друзей их друзей столько я переживаю печаль я с тобой нет она и тебя съест как и всех остальных обещаю чертов сгибший мячик ладно может расскажешь мне что-нибудь об этой комнате это комната отдыха мы тут раньше играли с ричардом он тоже твой друг нет но он был умный может он мог бы тебе помочь он что с ним случилось несчастье я помню что он стал полы как кукла он ой я вспомнила мариан и я не хочу с ним встречаться что почему что-то вспомнила нет не говори им никому не говори ладно может не рассказывать тебе надо пойти со мной тогда я могу тебя защитить нет мариана нет больше не как печаль зачем зачем ты меня сюда привела типичное поведение тогда я поняла она хотела чтобы я кое-что увидела своими глазами о сохранение спасибо осматривать комнату отдыха мы с вами тогда пойдем в следующей серии а пока что спасибо что были с нами всем удачи добра бобра всем молодушек всем покеда бобра а Субтитры сделал DimaTorzok